Здравствуйте! Меня зовут Растан Тавасиев, я художник, мой собеседник Сергей Попов, астрофизик. Я вот в меру своих сил пытаюсь выяснить у Сергея, как с технической точки зрения можно было бы создавать искусство в космическом пространстве. Сегодня хотелось бы поговорить про, в общем, Солнечную систему, про планеты, про спутники планет, про Луну, про нашу и про кольца. Вокруг планет у нас есть одна такая с кольцами в нашей системе. Наверное, с Луной надо начать. Как она получилась? Из всех гипотез формирования Луны выживает, видимо, только ударная, только импактная. Потому что гипотеза захвата или гипотеза совместного образования по той или иной причине не проходит. Луна очень крупный спутник для Земли, и захватить такой спутник в Земле было бы очень тяжело. И образовать вместе с Землей такой спутник тоже трудно. Плюс, благодаря данным различных лунных миссий, в первую очередь пилотируемых полетов, просто они привезли сотни килограммов грунта с собой, но также и автоматических станций советских, которые тоже возвращали грунт с Луны. Мы знаем довольно много о деталях состава лунного грунта в разных частях Луны, и в итоге это нужно увязывать с содержанием элементов на Земле. Оказывается, что есть достаточно много сходств, и импактная гипотеза объясняет все. Молодая Земля столкнулась с телом размером примерно с Марс. В результате у Земли были сильно изменены состав, структура внешних слоев. Заметная часть вещества была выброшена. Из вот этого выброшенного вещества образовался такой крупный объект, как Луна, но в итоге часть внешних слоев оказалась перемешанной. Поэтому есть очень много такого сходства в свойствах лунного грунта и земного, но при этом есть и различия, которые опять-таки более-менее хорошо вписываются в эту гипотезу. Так что в этом смысле нам, наверное, повезло. Вообще говоря, планеты размером с Землю не должны иметь таких больших спутников, как Луна, которые, как мы хорошо знаем, удивительным образом сейчас на небе имеют размер примерно такой же, как Солнце. Так было не всегда, потому что меняется расстояние от Земли до Луны. Но вот сейчас их, видимо, размеры почти совпадают, поэтому мы можем наслаждаться полным солнечным затмением, где очень точно-точно лунный диск закрывает Солнечным. А третье тело куда делалось? То есть то, которое размером с Марса и столкнулось с Землей? Ну, соответственно, частично это третье тело вошло в состав Земли, частично в состав Луны. То есть основная часть выброшенного вещества, по всей видимости, это как раз основная часть вот этого пролетевшего тела. А внешние слои оказались достаточно хорошо перемешаны. Плюс это выброшенное вещество потом собиралось дальше Землей и Луной, поскольку часть вещества не улетела куда-то очень далеко, а выпадала или на одно массивное тело, или на другое. И в итоге вот получилось то, что получилось. И Луна удаляется, если я правильно понимаю? Да, сейчас Луна немножко удаляется от Земли. Соответственно, это происходит за счет какой-то энергии. Это энергия вращения Земли. И постепенно сутки на Земле становятся длиннее. Все тоже приятно. А произойдет в какой-то момент полный уход от нас Луны? Синхронизация или отлет Луны? Отлет Луны. Нет, полного отлета не произойдет. Даже до синхронизации ждать долго. Если бы система была навсегда предоставлена сама себе, и ничего вокруг не менялось бы, то в конечном счете Луна отодвинулась бы достаточно далеко, и Земля тоже была бы всегда повернута к Луне одной стороной. То есть период обращения Луны вокруг своей оси равнялся бы ее орбитальному периоду, и это равнялось бы осевому периоду вращения Земли. Но у нас есть ограничитель. Солнце через несколько миллиардов лет начнет сильно меняться. Это повлияет в том числе и на систему Земля-Луна. Но более того, скорее всего, Земля-Луна будут поглощены раздувшимся Солнцем, в конце концов. Так что у нас нет бесконечного времени впереди, а есть всего лишь 5-6 миллиардов лет. То есть они просто не успеют улететь? Ну и улететь было бы тяжело, для этого энергии не хватит, для того чтобы улететь полностью, но синхронизации не произойдет. Если мы думаем о том, чтобы работать с поверхностью Луны, какого размера должен был бы быть объект или изображение на поверхности Луны, чтобы нам было видно его с Земли? Все-таки зрители у нас на Земле основной находятся. Но чтобы было видно достаточно хорошо, размер должен быть сотни километров. Начиная со 100 километров мы можем видеть детали, если они достаточно контрастные, и различать их. Так что, к сожалению, наверное, ну и может быть, к счастью, детали должны быть достаточно крупными. Но это и так видно. То есть детали должны быть примерно... Самые мелкие детали должны быть где-то раз в 30 меньше размера Луны. То есть, например, написать на Луне текст из тысячи букв не получится, он не будет читаться совершенно точно с Земли. Ну и плюс, когда вы делаете большие структуры, существенно, что вы их делаете на сферической поверхности. То есть точно так же, как вот расписывание купола храма, нужно делать вот в такой проекции, чтобы это хорошо было видно отсюда. Там задача будет обратная. Тут удобно, что она к нам повернута одной стороной, и, в общем, стабильно как-то это... Да, она немножко покачивается. Мы видим в итоге суммарно больше половины. То есть такое явление либрации Луны. Но это достаточно незначительный эффект, и действительно большую часть обратной стороны мы никогда не видим. И действительно ли поверхность очень стабильна? То есть вот что положил туда, не знаю, там, яблоко, и через тысячу лет она на этом же месте будет лежать? Да, по всей видимости, в среднем так и будет. То есть если что-то меняется, меняется из-за падения прилетевших тел, то есть из-за метеоритов. Это происходит редко. Но при этом происходит. Это прямо в нескольких случаях наблюдалось, то есть как падают метеориты на поверхность Луны. Но это событие редкое. Естественно, если вы положили уже в какой-то метеоритный кратер, то снаряд два раза в одну и ту же воронку на самом деле падает, просто очень-очень-очень редко. И она покрыта толстым слоем пыли, условно говоря? Ну, он не такой уж толстый. То есть когда посылались первые экспедиции, были большие переживания по этому поводу. И в фантастике как раз было принято, что Луна подкрыта очень толстым слоем пыли. Есть известный роман Кларк «Лунная пыль» как раз про это. Но было принято такое волевое решение. Ну, на основании отзывов экспертов, конечно же, еще когда совершалась первая посадка советской станции на поверхность Луны, что там нет толстого слоя пыли. Ну и потом, поскольку посадок было много в разных местах, то мы уверены, что пыль там есть, она действительно поднимается двигателем. Но здесь важно понимать, и это тоже людей смущает, вот в духе «были ли американцы на Луне?» Там, поскольку нет атмосферы, вот у нас здесь пыль, она клубится и медленно оседает. Но это не свойство пыли, это свойство ее взаимодействия с атмосферой. Если атмосферы нет, то пылинки ведут себя просто как маленькие камушки, они просто разлетаются и быстро падают обратно. То есть в этом смысле устроить облако пыли на поверхности Луны достаточно крупно. Это все равно будет вихрь маленьких камушек в этом смысле. Он не будет проявлять свойства такой атмосферы, если вы только специально ее локально здесь и не создадите, там не будете поддувать туда одновременно газ. Вот про форму Луны. Если, скажем, придет такая странная мысль кому-то в голову менять ее форму, то есть, не знаю, там портрет или часть массы, не знаю, или переносить в какое-то другое место. Но понятно, что лучше сохранить ее массу, но если будет сохранена масса, но при этом изменится форма, чем это грозит населению нашей родной планеты? Ну, в общем-то, ничем, если Луна не разваливается на много кусочков в результате такой манипуляции. То есть, естественно, так можно сделать, если вы начинаете, сохраняя форму, просто разделять ее, распиливать, выдалбливать и делать тонкую перемычку, то в итоге система может распасться на 2 или там распасться на много, в зависимости от того, как это делать. Но если ничего такого не происходит, то никакого эффекта это не произведет. С точки зрения гравитационного влияния на Землю, Луна – точка. И в этом смысле не страшно немножко переместить массы. То есть, то, что почувствуют, это спутники, вращающиеся вокруг Луны. Ну, тогда, естественно, можно подкорректировать их орбиту. А если мы организуем на земной орбите, условно, вторую Луну или объект по массе, близкий и по объему к Луне, что происходит в нашей системе? Ну, основная проблема будет в таком тройном, даже четверном взаимодействии. Система Земля-Луна, вторая Луна-Солнце. И с большой вероятностью орбита лишнего тела может стать неустойчивой. И это, конечно, проблема тогда, потому что нужно будет очень точно считать, куда оно денется. Если оно улетит куда-то далеко и не изменит орбиту Луны, например, заметно, то в этом нет ничего страшного. Если оно, наоборот, полетит на нас, то это, конечно, неприятное событие. Ясно? Попадение Луны на Землю уничтожает вообще все на свете, что можно себе представить. И это, пожалуй, основная проблема для такой манипуляции, если мы хотим притянуть астероид размером с Луну примерно и поместить его на земную орбиту. Так что, как обычно, безопаснее экспериментировать с искусственной полой конструкцией, которая такая же большая, но по массе не оказывает такого заметного воздействия. То есть, с точки зрения техники безопасности, в космосе самое важное – не трогать массу. Правильно? Ну, если мы говорим о близких к нам телах, то да. То есть, для жизни на Земле большую опасность представляет что-то тяжелое, падающее сверху. Но тяжелое – это, начиная с размеров в сотни метров, это начинает представлять такую заметную опасность. То есть, если, как мы знаем, после Челябинского события, если падает тело размером порядка десятка метров, скажем, оно все-таки рассыпается на много всего мелкого, и если на пути попадается крупный город, что невероятные события, надо признать, то там ударная волна выбивает стекла. Но если падает тело размером уже в сотни метров, это заметная региональная катастрофа. И оценки, кстати, показывают, что проще отселить людей, чем с ней бороться. А если это тело размером километра и больше, то тогда это может вызывать уже глобальную катастрофу, и с этим, конечно, надо бороться, отселить всех из Земли не получится. А вот если мы говорим про спутники других планет, каково их степень разнообразия устройства? Да, степень разнообразия там удивительное, поскольку у них может быть очень разное происхождение, очень разный состав, и в зависимости от того, как близко они находятся к своей планете, тоже может кое-что меняться. Происхождение основных два — это или совместное образование с планетой, это происходит только у массивных планет. У Юпитера, у Сатурна, например, может образовываться, вот так же, как у Солнца был протопланетный диск, в котором образовывались планеты, может образоваться такой протоспутниковый диск, в котором образуются спутники. И тогда они обычно находятся в плоскости экватора планеты, вращаются в ту же сторону. Кроме этого, спутники можно захватывать. И тогда спутники могут вращаться в другую сторону, обладать какими-то еще удивительными динамическими свойствами. Такие примеры тоже есть. У Нептуна, например, крупный спутник Тритон, по всей видимости, захвачен был. Со спутниками может происходить что-то интересное, например, за счет приливного действия своей планеты. Юпитер своим приливным действием существенно разогревает недра спутника Ио. И поэтому Ио — это вулканически самое активное тело в Солнечной системе. Там, тем более в отсутствии атмосферы, из вулкана газ и вообще все, что выбрасывается, может подниматься на очень большую высоту. И вот там, если идет извержение, то на спутниках с космического аппарата видно, что это не круглый объект, то есть это круглый объект и плюс какой-то пупырек такой. И при этом атмосфера не образуется. Нет, спутник все-таки не может ее удержать. Ну, то есть там что-то есть, какая-то взвесь, естественно. Но назвать это полноценной атмосферой достаточно тяжело. Полноценная атмосфера есть у Титана, у большого спутника Сатурна. Существует даже такой забавный спор. Ну, не спор, а что дать определению. Какой спутник в Солнечной системе самый большой. Если мы говорим по размеру твердой поверхности, то это будет ганимед, спутник Юпитера. А если по видимому размеру, то будет Титан, потому что у него достаточно толстая атмосфера. И поэтому он нам кажется имеющим немножечко большим... Ну, то есть они очень похожи с ганимедом, но за счет этого лишнего слоя атмосферы видимый радиус Титана оказывается немножко больше. Соответственно, есть спутники с атмосферой, и тогда он должен быть тяжелым. Есть спутники с вулканами, есть спутники фантастически причудливой формы. В первую очередь это спутники Сатурна. Во-первых, их много, наверное, есть с чего выбирать. Но если посмотреть на галерею этих спутников, там есть очень странные объекты. Объекты размером десятки километров, малые сотни, могут сохранять не круглую форму. Соответственно, там есть спутники очень странной формы, в форме такой пельмени. Очень забавные объекты. Можно строить теории их происхождения, почему они приобретали такую форму. В результате взаимодействия с другими телами, как правило, еще из-за чего-нибудь. Так что спутники бывают очень разные и по составу, и по форме, и по свойствам. Если нам кажется очень симпатичным, заинтересовал нас какой-то спутник, и мы думаем о том, не поместить ли он на орбиту родной планеты, чтобы украсить ее этим спутником. То есть у нас, получается, встает вопрос транспортировки спутника и его влияние на систему уже существующую. В этом смысле, я думаю, если вы решили вопрос о транспортировке, то, скорее всего, вы сможете корректировать ее орбиту так, что если она начинает отклоняться, вы переводите обратно на более устойчивую, и просто будете искусственно поддерживать стабильность. Но при этом может возникнуть такой момент, что сам этот спутник изменится в результате взаимодействия с новым телом, и он уже не будет настолько симпатичным? Нет, оно не настолько интенсивно, и это крайне маловероятная ситуация. Мне трудно представить, насколько близко их нужно свести. Скорее всего, нет. То есть он останется тем самым спутником, который нам захотелось? Да. Единственное, что, конечно, если вы перенесете Ио сюда, там исчезнут вулканы, потому что недра разогреваются действием Юпитера. И смысл тогда теряется. Если вот что-то происходит именно из-за воздействия, тогда это, конечно, будет потеряно. А если мы говорим про форму, то, скорее всего, она останется неизменной. Про планеты хотелось бы узнать. Какие они бывают? Три основных компонента – это камень, лед и газ. Камень, в некотором смысле, включает в себя металлы одновременно. Частицы при формировании планетной системы можно разделить на три этих основных типа. В железнокаменных частиц меньше всего, газа больше всего. И поэтому неудивительно, что самые большие планеты всегда газовые. То есть в процессе формирования, даже если вы сделали большую железнокаменную планету, в десять раз тяжелее Земли, тут же, что она начнет делать в протопланетном диске? Она начнет захватывать газ, и она обрастет толстой атмосферой, которая будет все толще и толще, и превратится в газового гиганта. Если планета начала образовываться достаточно далеко от своей звезды, там, где лед не испаряется, где температура достаточно низкая для этого, там могут образовываться ледяные гиганты. Они будут тяжелее, чем железнокаменные планеты, потому что льда обычно больше в протопланетном диске. Вообще соотношение газа к твердым частицам ледяным и железнокаменным это что-нибудь типа 1 к 100, 1 к 50. То есть газа реально всегда больше. И льда там в несколько раз больше, чем камней и металлов. Проблема только в том, что газ очень быстро исчезает из диска, звезда выдувает его своим излучением. И поэтому, если большие планеты делать, нужно делать это быстро. Газ исчезнет. И поэтому есть звезды, у которых легче образуются массивные газовые планеты. Как правило, это звезды типа Солнца, может быть, чуть-чуть потяжелее. А у самых легких звезд там планеты образуются, но сделать большие газовые гиганты трудно. И в таких планетах в систему будут в основном маленькие каменные или ледяные планеты. И звезда, получается, с помощью света выдувает газ, то есть она воздействует светом и... Да, в основном ультрафиолетовым излучением, поскольку кванты ультрафиолетового излучения несут большую энергию, и попадая в взаимодействие с атомом или молекулой газа, они сообщают им достаточно большую энергию. И в этом смысле, может быть, правильнее говорить, что диск не выдувается, а испаряется. Но и то, и другое не совсем точное соответствие бытовому термину. Но как бы то ни было своим более жестким излучением, звезда разгоняет от газа. И в том, что если мы хотим как-то работать с поверхностью газовой планеты, то лучше всего использовать свет звезды, чтобы как-то с ним взаимодействовать. Ну, это смотря, что мы хотим с ней сделать. Ну, пока мы не знаем. Например, если мы хотим изменить цвет полос вот этих на Юпитере, то тогда нам нужно добавлять туда какие-нибудь химические соединения, которые придают этот цвет. Опять-таки, природа проводит сама эксперименты. На Юпитер падала комета Шумейкера-Флео-9, которая была разорвана приливными силами, и поэтому выпадало много-много кусочков. Они формировали такие пятна на поверхности, на видимом диске Юпитера, лучше сказать так. Ну и, соответственно, это тоже способ воздействия на внешнюю видимую атмосферу. Можно придумывать еще что-то. Если мы обладаем неограниченными техническими возможностями, мы можем делать гигантские вихри, как вот тот, который формирует большое красное пятно на Юпитере. То есть можно много чего делать. Кроме того, у этих планет есть магнитные поля, и, соответственно, там есть полярные сияния. Например, на Сатурне достаточно мощное полярное сияние могут возникать, и можно, соответственно, воздействовать и на это. Там, например, уже не так страшно встраивать ядерные взрывы. По крайней мере, там они никому не должны навредить. А вот кольца тоже интересуют. Из чего они? И как так получилось, что у кого-то они есть, у кого-то нет? Кольца бывают немножко разными. Соответственно, могут быть кольца, которые, по сути, остались от момента формирования этой планеты. Могут быть пылевые кольца, которые непрерывно пополняются за счет вещества какого-то спутника. Он бомбардируется, обстреливается микрометеоритами, они выбивают пыль, эта пыль подпитывает кольца. Можно было в какой-то момент разрушить спутник, и это вещество пошло на строительство колец. Так что, в принципе, можно представить себе много способов сделать кольцо. И многие, если не все из них, в разных случаях в Солнечной системе реализованы. В Солнечной системе у нас все четыре большие планеты имеют кольца. Просто у Сатурна оно такое самое заметное и видимое глазом. У Юпитера, Урана и Нептуна они гораздо более слабые. Но вот на протяжении десятилетий, в первую очередь, космических исследований удалось обнаружить эти кольца. Некоторые из них можно обнаружить при довольно хитрых наземных наблюдениях и изучать. Но, в общем-то, у всех больших планет есть кольца, и иногда кольца возникают и у более мелких тел. Есть астероиды, которые, по сути, обладают неким аналогом системы колец. По всей видимости, это что-то такое временно возникшее, очень транзиентное, не такое стабильное, как будет у Сатурна. Но, в принципе, это немножко естественный процесс. Если вы подбрасываете какой-то мусор или разрушаете что-то на орбите планеты, астероида, спутника планеты, то тела в течение довольно долгого времени будут крутиться по тем же самым орбитам, и тогда вы будете наблюдать какой-то аналог кольца. Если нам придет в голову мысль строительства в нашей системе Земля-Луна колец, то есть, не знаю, если в этом практически какой-то смысл, но для красоты, например, не разрушая Луну, жалко ее разрушать, имеем ли мы какую-то теоретическую возможность, и к чему это приведет? То есть, гравитация как-то прилива-отлива? Довольно сложный вопрос, потому что система Земля-Луна-Солнце, тут и солнечная гравитация уже очень важна, будет сильно влиять на орбиты частиц в этих кольцах, но опять-таки влиять, естественно, не мгновенно. Вот мы создали, все тут же прямо развалилось. Поэтому, по всей видимости, в любом случае можно пробовать что-то такое создавать. Вопрос в стабильности этой системы. Для того, чтобы кольца были заметными, они не должны быть очень массивными, поэтому сами по себе на Луну они влиять не будут. Можно даже как-то использовать влияние гравитационного поля Луны для стабилизации этих колец. Вот в системе Сатурна известно, что многие детали в кольцах, многие кольца, они стабилизированы присутствием спутников. То есть добавлением спутников можно как раз стабилизировать систему колец, эти частицы не будут там расползаться, разбегаться. Так что в этом смысле можно поставить такую задачу перед небесными механиками, рассчитать поведение колец при той или иной ориентации, посмотреть, как орбиты будут эволюционировать, как быстро все это будет распадаться, что будет происходить с веществом. Так что, в принципе, да, это такая сложная, но достаточно хорошо поставленная задача, и, наверное, специалисты просто могут взять ее и решить, все промоделировать на компьютере. Вот форма колец, она тоже очень круглая, то есть возможно ли какая-то другая форма технически? В ньютоновской гравитации орбиты частиц это все равно эллипсы. То есть в этом смысле можно запустить одну частицу на эллиптическую орбиту, вторую частицу запустить на эллиптическую орбиту, запустить много частиц так, чтобы их орбиты не менялись и не начинали пересекаться, влиять друг на друга, в системе сферических колец гораздо проще, то есть есть ли орбиты круговые. Но, в принципе, если вот нас не интересует вопрос долговременной стабильности, и мы хотим быстро сделать, то так, чтобы частиц там несколько оборотов пережили, да, чтобы мы успели сделать красивый снимок и все, а потом они пускай живут своей жизнью, то тогда можно делать вытянутые, можно делать вот такие эллиптические орбиты, но сделать более хитрые орбиты будет уже тяжело для стабильных структур. В системе Земля-Луна можно запустить частицу по какой-нибудь сложной траектории, но составить какую-то такую ленту из частиц будет уже, по всей видимости, значительно труднее. И все равно они рано или поздно придут к... Да, в рано или львы эта система будет очень нестабильна, при том эта стабильная конфигурация очень тяжелая. Спасибо вам большое, Сергей. В следующий раз поговорим о малых телах в нашей родной солнечной системе.